Старшие сестры Хачатурян признаны вменяемыми. Ангелина и Кристина отдавали себе отчет о своих поступках. Подпись к снимку. Кристина Хачатурян, как и ее сестру Ангелину, признали вменяемой. Сегодня стали известны предварительные результаты психиатрической экспертизы двух старших сестер Хачатурян. Обе девушки признаны вменяемыми. На момент совершения преступления сообщили комсомолки адвокаты Алексей Липцер и Ярослав Покулин. С документами нас пока не знакомили, но предварительно следователь озвучил вот эту информацию. Напомним, что всем троим проводилась амбулаторная комплексная сексопсихологическая экспертиза в институте имени Сербского. Экспертам были заданы самые разнообразные вопросы, в том числе и касательно сексуального насилия со стороны отца. Исследована психологическая деформация девочек, уровень развития, отношения в семье и многое-многое другое, объясняют юристы. Всего больше 100 пунктов с вопросами. «Младшая Мария признана невменяемой и переведена в СИЗО номер 2 еще неделю назад. Ей уже назначены какие-то препараты. Какие именно, узнаем позже. Я направил запрос в медчасть по этому поводу», — говорит Ярослав Покулин. «Мария держится, хотя и тяжело в той обстановке. Она одна в камере с тяжело больной женщиной». Что касается Кристины Хачатурян, то она рассказала своему защитнику, что смотрела все ток-шоу с участием ее родственников со стороны отца и очень расстроена увиденным. Она не ожидала от Арсена, двоюродный брат примечания редакции, такого поведения. Говорит, что до всего этого тети их поддерживали, были в курсе, что Михаил их бьет. Девушка очень хорошо к ним ко всем относится, — сообщил Алексей Липцер. Амбулаторная комплексная сексолога-психолога-психиатрическая экспертиза с ответами на все вопросы — один из основополагающих документов расследования. Какие сроки получат сестры Хачатурян, убившие своего отца? Комсомолка изучила опыт аналогичных уголовных дел в России. Специалисты считают, что решающей в деле Ангелины слева и Кристины станет психологическая экспертиза. История сестер Хачатурян прогремела в конце июля. Сейчас идет расследование. Впереди несколько важных экспертиз. В том, что суд в итоге будет, никаких сомнений нет. Но главный вопрос, какие сроки в итоге получат 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина, убившие своего отца Михаила Хачатуряна. Мы попытались найти в российской судебной практике похожие дела. Подросток расправился с пьяным отчимом. Адвокат Мари Давтян занимается проблемами домашнего насилия более 10 лет. Но за все это время я не могу припомнить истории, чтобы дети, подвергавшиеся насилию, убивали своих родителей, говорит юрист. Чаще всего в таких ситуациях жены, пытаясь защититься, убивают или ранят своих мужей. А сестры Хачатурян – это все-таки исключительный случай. В свежей уголовной российской практике действительно не удалось найти истории, которые похожи на эту московскую трагедию на все 100%. Хотя под следствие за убийство родителей попадали даже школьники. Летом прошлого года в одном из сел в Бурятии 16-летний подросток убил отчима. Тот пришел домой пьяный, во дворе кинулся с кулаками на жену, чтобы защитить мать, пасынок схватил попавшую под руку доску и ударил мужика несколько раз по голове, раскроив череп. На школьника заведли уголовное дело по статье убийства. Прошло более года, но расследование еще не завершено. Жену, зарезавшую мужа, оправдали. Первое, что приходит на ум в сравнении с делом сестер Хачатурян – история Галины Катаровой, говорит основательница сайта «Насилия.нет» Анна Ривина. Дело было в дальневосточном городе Находка в марте 2017 года, когда все произошло, Галине было 39 лет. Муж Максим постоянно распускал руки, она вызывала полицейских. Но по словам Катаровой, стражи порядка приезжали для проформы, уговаривали не писать заявление. В тот вечер Максим квасил на кухне, мимоходом обозвал жену шлюхой, та огрызнулась. Мужчина повалил супругу на пол, пинал ногами. В борьбе женщина схватила со стола нож. Один удар пришелся мужу в сердце. Галине предъявили обвинение по статье убийства. Это до 15 лет реального срока. Однако статью переквалифицировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. В итоге городской суд дал 3 года колонии. Защита подала апелляцию в краевой суд. И там женщину оправдали. В городском суде все наши доводы отсекались. Она могла развестись, могла подать заявление в полицию, объясняет ТП адвокат Елена Соловьева. Она защищала Катарову. А в краевом суде нам разрешили допросить специалиста, которые занимаются проблемами домашнего насилия. Он объяснил, что со временем жертвы попадают в зависимость от агрессоров. Почему их нельзя оценивать как людей, которые принимают рациональные решения. В итоге вынесен оправдательный приговор. Это беспрецедентный для России случай. Галину Катарову, убившую мужа тирана, освободили в зале суда. Подпись к снимку. Оттягчающие обстоятельства. Второй прецедент случился в Москве. Наталья Туникова ударила мужа ножом, когда тот в очередной раз начал ее бить. Мужчина не умер. Скорая приехала очень быстро. Обвинение Туниковой предъявили по статье о мышленной причинении тяжкого вреда здоровью. До 10 лет наказания. Но во время процесса дело переквалифицировали на причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой сообороны. В итоге женщина получила 6 месяцев исправительных работ. Да и тесть отменили по амнистии. Но дело сестер Хачатурян куда сложней. Во-первых, убийство было совершено группой. Во-вторых, в следствии уверены, что девушки заранее обо всем договорились, расписали роли. Значит, убийство по предварительному сговору и то и другое автоматически увеличивает срок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok